Мы, честно говоря, чувствовали себя буквально потерянными, когда мы начинали свои первые производственные проекты. И тогда нас выручило знакомство с Александром Гитровичем Завьяловым. Поэтому я отправил бородачей в Рязань, чтобы бородачи смогли, так сказать, впитать вот эту индустриальную силу. Мик, прямо твой формат. То, что вы учили в респытании, оборудовании. Пока показатели не идеальные. Проходить на территории предприятия обязательно в КАСКЕ жили, даже строго обязательно. Респиратор и перчатки по желанию. Ой, все, тогда пойдемте с нами, мы уже боимся. Смотри, как красиво, да, за качеством настоящее и будущее, я согласен. Что я видел у бородачей, они применили ход конем, они сделали приемо-сдаточные испытания на стенде производителя. Это очень верное решение. Принять линию у производителя прямо вот у него, так сказать, на заводе. Если какие-то неполадки, недоделки и так далее, они могли это изменить и так далее. Но самое главное, ответственность поставщика при этом повышается. В нашей лаборатории, лаборатории завода «Шинглс» проходили испытания воска, переданного компанией «Русский воск». Были проведены испытания по показателю пенетрации. Значит, проба была подготовлена соответствующим образом. В специальной пенетрационной чашке был растоплен. Температура плавления ориентировочно 104 градуса. И мы попали, да? Вы попали, прекрасно. Мы попали. Пока показатели не идеальные. Но, в общем-то, понятно, что дальше делать, куда двигаться. А что именно? Получается, каплю падения надо увеличить? У нас, в общем-то, на нашем продукте, так как мы вводим в битум данный воск, значит, у нас показатель немного другой. У нас показатель температуры размягчения. В общем-то, суть заключается в том, что битумно-полимерный продукт размещается в специальных латунных кольцах, срезается горячим ножом, термостатируются данные кольца, и далее они располагаются на стойках прибора. Данный тест характеризует показатель температуры размягчения уже нашего конечного продукта, в который воск введен. В общем-то, таким образом мы проверили, насколько хорошо модифицирует данный воск, вашего производства, русский воск, наш уже конечный продукт. И насколько сильно у нас получилось расхождение? Ну, расхождение порядка 10 градусов получились, это достаточно значительный, в общем-то, разрыв. Но, тем не менее, в общем-то, мы уже обсудили, что нужно сделать для того, чтобы поднять данный показатель. Ну да, у нас есть возможность откорректировать линию для производства именно того сырья, о котором мы говорим. Разница в чем? Вам нужен один воск, другим нужен другой воск. Ну нет, но у вас какая-то линейка нарисовывается. Да, да, у вас какая-то определенная линейка. И, в принципе, как бы у нас линия полноценная, тоже автоматическая, которая может работать, грубо говоря, два дня на это, три дня на это, четыре дня на это, с минимальными потерями. Соответственно, мы вполне с этим справимся, я не вижу здесь никаких проблем. Отлично. Данный показатель характеризует жесткость продукта, да. Мы по испытаниям, по результатам получили 6 децимиллиметров, то есть игла проникла вот на 6 децимиллиметров. Получается, что воск достаточно жесткий, но как и полагается быть воском, да. По стандартам проходим? Да, по стандартам, вот именно по жесткости проходим. Показатели соответствующие, в этом отношении никаких нареканий нет. Отлично. Мы самые счастливые люди сегодня. Мы не просто так шли по такой долгий промежуток времени до нашего сырья. Садись. Давай, я рядышком, давай, двигайся, это детское кресло. До Набежных Челнов из Москвы я бы на таком не поехал. О, про нас. Лучше неуверен безопасности, откажись, наполнение работы. Я и мой партнер Сергей, мы получили фактически начальную закалку по всем так называемым производственно-техническим дисциплинам, по тому, как общаться с производственниками, как быть жесткими, благодаря Александру Викторовичу Завьялову. По-мужицки мы, реально Александр Викторович Завьялов для нас с Сергеем был наставником, реально первым и самым главным наставником в нашей такой производственной карьере. Александр Викторович необычайный человек. Сколько раз бывало человек, сделав очередную работу на отлично, мы с Сергеем приезжали к нему и говорили, Александр Викторович, все, что ты сделал, это хорошо, но это больше не надо, надо теперь этот завод, который ты только что настроил, закрыть и всех людей уволить. Вы не представляете, какая тяжелая нагрузка сваливалась на Александра Викторовича, но каждый раз, доверяя нам, он говорил, парни, вы делаете какую-то херню, ну ладно, я это сделаю в очередной раз, и он делает. Ну вот мы создаем новое производство, вот это русский воск, да, в Алабуге производство, вообще вот, ну как бы, что, вы очень опытный человек строительственного завода. Я, Полина, я же тебе много раз говорил, я самый главный бездельник, раз, я пережиток Брежневского застоя, два, и вообще я ничего не делаю, я сижу вот здесь, в кабинете, и носу пальцем ковыряю. Ну вот тебе у нас так же. Да, вот они тоже очень хотели, да, так уметь. Ну, безусловно, это шутка. Это икона, икона Технониколь, это самое начало, и Александр Викторович до сих пор дает фору молодым ребятам, молодым директорам и так далее. Он до сих пор в строю, и благодаря вот такому слиянию производственной культуры, советской производственной культуры, молодости, энергии нас с Сергеем, вот Технониколь и появился. Поэтому, ребята, то, что Александр Викторович согласился наставничать бородачей, бородачи опять-таки до сих пор не понимают, как им повезло. Вон там есть у меня книга. Наверное, вы такую историю слышали у Форда, и я ее впервые прочитал еще будучи молодым. И в Советском Союзе это одна из книг, которая была в переводе и была доступна. У Форда была такая история криминальная. Это я отвечу на ваш самый главный вопрос. Когда его налоговики взяли за одно место, и уже идет суд, там прокурор, ну как положено все. И прокурор говорит, вот тут наследствие, вас допрашивали, и вы везде пишете, что вы не имеете образования, вы вообще ничего не понимаете. Но ответьте, пожалуйста, как же вы, если вы ничего не знаете, неграмотно смогли организовать самую лучшую компанию в мире и самую богатую? Он говорит, ну при всех моих недостатках у меня есть одно главное достоинство. Я умею подбирать людей. Это производство будет в Алабуге, там есть все, энергоресурсы, вплоть до вентиляции, все есть. Но в то же время вот троих ребят взяли, я их посмотрела, вроде ничего, операторов возили уже на испытания, мы уже получили первую продукцию. Полина, а можно чуть пошире, что это за продукт? Это автохимия, бытовой химия. В самом деле рынок большой, да? Да, у российского нет вот такого хорошего качества, смотрите, он ровненький, гранулированный. Ну я обратил внимание, четкий пиар. То есть в принципе китайские такого качества не получают, наши делают на вторичке. То есть здесь ребятам повезло, они нашли хорошую бизнес-идею, это в декабре было еще, вот, и хорошее оборудование. Ну как бы мне прислали этот проект, я его одобрила. Ну Игорь Владимирович как сказал, ох одобрил, вот и тащи, помогай. Ну вы же знаете, Полина, что инициатива всегда наказуема. Вот именно это мы страдаем. Задача по рентабельности загнана, конечно, Игорь Владимирович, хорошо, цель поставила капитал. А какая она еще там маржа? Через 4 маржа 50% должна быть. 46. Ну минимум 30. Молодец. Молодец. Ты представляешь, какая глубокая философия вот создать такое огромное производство? Смотри, все автоматически, всего 5 человек, наверное, на двух линиях. Ты вообще представляешь, какой это феномен? Вот я видел как-то, что бородачи персонал типа набирают. Мы не прочим, чтобы люди работали 24 часа там на месте. Нет. Шурки 2 ладон. Класс. При расходе того, что мы берем ваш штат, у вас будет 30 тысяч рублей на рынке. Ну, во-первых, для меня, вот для Игоря Рыбакова не существует понятия персонал. И вот набирать персонал, что это вообще безжизненное какое-то. Для меня существуют люди, с которыми я работаю, люди, с которыми я собираюсь горы сворачивать, люди, с которыми я сейчас сделаю какую-то великую штуку. Вот. Поэтому расскажу просто одну такую историю. Когда мы, еще не имея опыта, в самом начале мы пытались тоже набирать персоналы, делать какие-то, не знаю, оргсхемы там, не знаю, требовать от персонала что-то, да, и у нас ничего, честно говоря, не получалось, и все валилось из рук. И один человек подошел к нам, Виктор Михайлович Лошкин, сказал, ребята, а вы вот не относитесь как к ресурсу, к людям, как к персоналу, как или что-то. Найдите лидера, подойдите к лидеру, выберите лидера и попробуйте с ним поговорить как человека. А мы тогда решали проблему, как организовать на складе быстрое и качественное обслуживание погрузки вагонов. Потому что постоянно бригада получала задания на погрузку вагона, и все, там, вагон все не был загружен, время шло, простое мы платили и так далее, а бригада постоянно говорила, а мы вот по нормативам там что-то ходим, а вагон все не загружен. И тогда мы подошли к бригадиру, отвели его в сторонку и начали с ним просто вот говорить, говорит, слушай, Иван, вот смотри, вагоны, мы за простое платим, давай подумаем вместе, как сделать так, чтобы вагоны были загружены вот не за 12 часов, вот когда вы валадаетесь тут, а давай, может быть за три часа, может быть за два. Иван, честно говоря, смотрел на нас таким, ну, с прищуром. Мы ему говорим, вот смотри, за вагон мы будем, выделяем на всю бригаду вот столько вот грошей, то есть денег, бюджет, ты сам можешь оптимизировать свою бригаду, то есть можешь сказать, что будет работать не 12 человек, например, а меньше, нас интересует одно, чтобы вагон был загружен быстрее, чтобы мы не заплатили за простое и так далее. И представляете, такой режим разговора вывел нас вместе с Иваном на следующее, что Иван тут же сказал, что вот этих трех надо, мы сейчас прогоним из бригады, мы справимся с девятью человеками, которые у нас есть, и загрузим вагон за три часа. Честно говоря, я не поверил своим ушам, потому что до этого всегда был норматив, вот шесть часов, если вагон грузят, это вручную надо рулоны носить. Он говорит, ну сделай. Слушайте, с тех пор у нас возникло совершенно другое взаимодействие с людьми. Вот этот вот способ разговора с людьми как с людьми, способ вовлечения, активного вовлечения в реорганизацию или модернизацию процессов производства на производственном участке, он дал вот такой вот великий результат, величайший результат. Поэтому я бородачам даю большой наказ — никогда не разговаривайте с персоналом, нет для вас персонала, для вас есть люди, с кем вы работаете, люди, с кем вы совершаете великие дела, и тогда вероятность достижения вашей цели увеличилась во много-много раз. Добрый вечер, ребят! Прошел очень трудный, но очень, сука, интересный день. Мы побывали на трех заводах «Технониколь». И также побывали в академии «Технониколь», и не поверите, мы захотели опять пойти учиться. Он врет. Сегодня я первый раз поработал миксером. На самом деле казались бы такие незатейливые вещи, но нас они на самом деле увлекли. Я накосячил с пеной. Да. Помимо всего прочего, мы побывали на производстве. Мы увидели и услышали, как линии автоматизировали и минимизировали штаб сотрудников. Оптимизировали, а не минимизировали. Сначала минимизировали численно, а потом оптимизировали. Мы побывали в лаборатории, которая провела анализ нашего сырья и сделала вывод, что у нас хорошее качество. Мы знаем, куда двигаться дальше. Мы теперь понимаем, что нас поддерживают в случае каких-то там вопросов, которые у нас будут возникать в дальнейшем. Дали пару идей, как мы можем реализовать и развить наш продукт с большей маржинальностью. Да, очень все было интересно и круто. Да, и ребята, не забывайте подписываться на канал Игоря Владимировича Рыбакова. Обязательно ставьте колокольчики. Ставьте лайки и задавайте всякие разные вопросы, но интересные. Мы на них ответим. Это был крутой день. Спасибо, Техниколь. 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 Техниколь.